Всем могу быть полезен. Оставь Машку в покое. Я её люблю. У нас будет нормальная семья. Я смогу её обеспечить. Я не собираюсь мешать её счастью. Да? Тогда объясни это ей. Она отказала мне. Сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Маша. Я сколько тебя помню? Маша. Всем привет, дорогие друзья! И добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротком». Фуууу, как давно я этого не говорил. Да, хотя давайте просто опустим ту часть, где я буду размусоливать о том, где я был, пока меня не было. Да всем насрать! В общем, теперь я весь такой тут. И давайте сразу поговорим о фильме. Который я подбирал для триумфального возвращения, перебирая все возможные варианты. Анализируя всё, что только можно и применяя все известные миру формулы. Не, серьёзно, я просто случайно на него наткнулся и такой... А почему бы и нет? Вон, все делают обзоры ужастиков. А мне чё, нельзя? Можно? Но нельзя. Что можно сразу сказать о фильме? Ну, сняли его два брата. Быть может, Ноланы? Или Коины? Или на худой конец Шумахеры, подумали вы? Турисы, отвечу вам я. Кто? Не парьтесь, если не знаете, кто это. Я тоже не знаю. У них за спиной парочка работ, помимо этой, о которых в России даже не слышали. Кстати, об этом фильме вы бы, наверное, тоже без меня не узнали. Так что, Турисы, не за что. А вообще, как я понимаю, в отличие от других работ, в этот фильм они действительно вложились. Так как тут, в отличие от их других работ, актёры хоть и не первый, и даже не второй, и местами даже не третий величины, но всё же имеют за спиной десяток ролей. Ну, вот, в принципе, и всё, что я могу сказать перед началом просмотра. Да, и хорош уже растягивать вступление. Ведь я-то знаю, что вы... Здесь ради крови. Начинается фильм с того, что некая особа возвращается домой с ночной пробежки к своей подруге. Мэдди? Что ты хочешь сегодня надеть? На тебя? Не, просто если на себя, то одеть. Душнила тайм. Но Мэдди уже никого ни во что одевать не хочет, так как она самую малость умерла. Закончил её бренное существование вот этот гач-рипер. Мужик, какой мужчина? Блин, он, возможно, там какал сидел. А она ему помешала. Некрасиво. И либо за то, что она оторвала его от толчка, либо за то, что она стала свидетелем. Но это маловероятно. Он дырявит и её. Чё пялишься? Кстати, девчуля после этого пропадает. А мы переносимся в библиотеку, где Фиби, Майк и Кристин готовятся к экзаменам. И тут выясняется, что за вечер до экзамена Фиби устроилась поработать нянькой. А отказаться она не может, потому что... Они хорошо платят, а я не могу позволить себе отказаться. Мне нужны деньги на жильё. Молчу уже о продуктах. Бабки, бабло, бабосики, лавандос, филки, капуста, кэш. Друзья предлагают попросить Тома, её парня, подменить её. Тома? Моего Тома? Присмотреть за живым ребёнком? Можешь попросить пересмотреть за мёртвым, но это тебе скорее к Стивену Кингу. Что же касательно Тома? Ну, он любит прижиматься к голым, потным, накачанным мужикам. Том Рестлер. Том побеждает, но ему дают всего 20 бакс. И это его не устраивает. Бери или уходи, Абэнон. Да брось мне там сад, Наталья. А вот это явно не моя проблема. Я бензин больше потратил. Не нравится? Тогда fuck you! Том возвращается домой, захватив листовку с пропавшей девчулей. Я её знаю. Нет, она такая милая, что с ней случилось. Если бы они знали, то не вывесили бы на доску пропавших людей. Логично. Вообще, я думал, что Том тут будет немного глупеньким. Ну, типа клише «качок-дурачок». Но, похоже, они решили воздержаться от клише. Молодцы. В общем, Том, придя домой, просто хочет почилить на диванчике. Но Фибе уговаривает его побыть завтра нянькой. Не можешь попросить кого-то из друзей? Парни не бывают нянями. Это работа для девушек. Скажи это этим парням. Не, а вообще его недовольство можно понять. Тому просто хочется жмакать голых, потных, накачанных мужиков. А его тут заставляют с каким-то микрочелом сидеть. Вот, единственный микрочел, с которым Том сам захочет сидеть. Ау! Истинный спартанец. Том всё же соглашается. Да, очевидно, что я это сделаю. Фибе объясняет Тому, как присмотреть за детьми. А тем временем, кто-то вызывает гачи рипера. Ты мне нужен завтра. Захвати инструменты. Ну всё, пока. На следующее утро Том проснулся, подтянулся, поебнулся и приехал к Гилуи Барб Фостером. А, это ты ли? Не-не. Ты мужчина? Мэн. Да. А почему? Что, разве не похож? Также Том знакомится с Грейс. Грейс, это Том. А где Фибе? Ей нужно готовиться к экзаменам, так что Том будет здесь, пока она не закончит. Ладно. По***й. Барби оставляет небольшую инструкцию. Постель 8.30 и можно одно печенье. 8.30, одно печенье. Только родители за порог, а к дому уже наведываются гости. Шум на*** отсюда, щегол. Том возвращается к Грейс. Привет. Привет, мужчина-няня. Я не помню, как тебя зовут. Я Том. Я тут так подумал. Ну какой ты Том? Ты Сэм. Серьезный Сэм. Сэм спускается, чилит на диванчике, как вдруг слышит наверху какой-то шум. Но теперь мне точно нужно его удержать. Ведь я жду ребенка. Сэм уточняет, что шумела не Грейс. И почти уходит. Но снова слышит шум наверху. Алло, дядя, у тебя под присмотром ребенок. И если ты услышал подозрительный звук, неважно, пускай там даже на крыше тараканы сексом занимаются. Иди и проверь. Но хер там плавал. Сэм уходит и заказывает пиццулю. А еще доставщик оказывается фанатом Сэма. Стой, 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 секунду. Погоди, я тебя знаю. Это же тебя чуть бандит не высосала в Людях Икс. Да, я твой огромный фанат. Да, это действительно этот актер. Я не понимаю, что случилось. Я не знаю. Доставщик уже почти уезжает, но замечает кого-то в амбаре рядом с домом. Ну и конечно же идет посмотреть, кто там шляется посреди ночи. Какое клише. Короче, Дэвид из Людей Икс лишается своего последнего и, наверное, единственного фаната. Теперь он с сатаной. Отвлечемся буквально на секунду. Просто думаю, вы понимаете, что на Ютюбе я не могу показать вам мясо. Мне хотелось бы, но мне нельзя. Поэтому все мясо вас будет ждать на Бусти. Ссылку на Бусти я оставлю в описании и, скорее всего, в закрепленном комментарии. Кстати, туда же я постараюсь перезалить обзор на Ампер В, который студия так любезно удалила с моего канала. Главное, у других не удалила, а у меня удалила, блядь. Так что переходите на Бусти, подписывайтесь. Там будет мясо, маты, ну и все, что мы любим. Ну и если там соберется человек 100... Ладно, какие 100... Хотя бы человек 20-30... То будем устраивать там кинотрэш-вечера. Да или просто киновечера, и будем смотреть что-нибудь вместе. Поэтому буду вас там ждать, а сейчас продолжим просмотр. Кстати, вот это довольно забавная склейка, как по мне. Пока челик захлебывается сиропом, гачи не пердырявят колеса. Фу, как примитивно. Сэм и Грейс болтают, ничего особо сюжетно важного. Грейс рассказывает, что когда папа умер, мама вышла замуж за Гила, после чего Сэм спускается за чайком, и уже Грейс слышит шум на чердаке. А тебе не пофиг? Может ей пофиг, потому что она думает, что там живет он? Карлсон, который живет на крыше! Пока Сэм мутит чайок, а Грейс играет, с крыши спускается тот самый Карлсон. И его друг, но не малыш, а Жорик. Почему именно Жорик, объясню позже. В общем, Карлсон отправляется к Грейс, а Жора к Сэму. Ложись на пол! Быстро! Заставь меня. Установить мошоночные клеммы! А ты это... того? У тебя там мелкая кричит, а ты в 50 оттенков серого поиграть хочешь? О, господи. Для начала Сэм обеззараживает Жору кипяченой водой, а потом доводит его до готовности на печи. Жора решает вздремнуть, а Сэм наконец вспоминает про Грейс и бежит к ней. И добежав, видит с ней Карлсона. Почему Карлсон за все это время ее не утащил? Мне похуй, думайте сами. Мне плевать. Сэм пытается поторговаться с Карлсоном. Но тот не бабка на базаре, чтобы торговаться. Тебе нужен я, забирай. Ты нам не нужен. Нам нужен ребенок. Педофил! Само собой, Сэма такой расклад не устраивает. И он решает навалять крыши жителю. Да ладно. Я поверю, что Карлсон не вырубил Сэма с одного удара. Но вот то, что у Карлсона башка не отлетела, как пробка у бутылки... Это уже сомнительно. Мне кажется, что тут должно быть что-то вроде вот этого. Карлсон, как бы то ни было, побеждает Сэма, засадив ему ножик в ногу. И находит Грейс в другой комнате. Сэм все же успевает и спасает Грейс, отмутузив и связав Карлсона. Чтобы этот мужчина в самом расцвете сил больше не бегал к маленьким детям. А на кухне тем временем просыпается Жорик и находит телефон Сэма. Сэм выясняет, что дома кроме его мобилки связи нет. Но спустившись, не находит трубу. Тогда он вместе с Грейс решает уехать. Они добрались до поставщика пиццы. И прокололи мне шины, уроды! Асхолс! Ладно, продолжаем. Ребятки возвращаются домой и Сэм начинает думать, откуда пришли убийцы. Тогда он вспоминает про чердак. Сэм туда лезет и видит... Типичную комнату коммуналки. Серьезный Сэм не рассказывает Грейс о том, что увидел. И отправляет её запереться в ванной. После чего идёт Карлсону. Ну и кто вы такие? Какие-то сексуальные извращенцы в масках. Чё? Что из увиденного тебя натолкнуло на эту мысль? А? Карлсон задвигает про то, что нужно было просто отдать ребёнка и упоминать что-то о Вознесении и Фибе. За что отхватывает леща. Тут как раз приезжает Фибе с друзьями. И она предлагает им зайти. Как думаете, что у них там происходит? Ах, если бы. Но нет. В тачку Майкла залазит Гачи Риппер. А на пороге на Фибе нападает Жора. Майкл, сделай что-нибудь. Ладно. Помогите. Возвращайся с машиной, Майкл. Не, а чё всё правильно сделал? Фибе в мире много. А ты у мамы такой хороший один. Наверное. Короче, Фибе даёт отпор, обмочив Жору херпами, чем. Так это самогон. Но в машине Майкла встречает Гачи Риппер. Майк, сзади тебя. Вылезай из машины, Майкл. Что? Что? Ты что? В уши ебешься? Дружище, у тебя не настолько громкая машина. И даже птицы на улице не поют. Тебе чё, туман слышать мешает? Как итог, тугие уши убивают Майкла. Он мёртв, нам нужно уходить в дом. Нет, он не мёртв. Нет, он мёртв, нам нужно уходить. Он не мёртв. Нет, он не мёртв. Нет, он не мёртв. Нет, он не мёртв. Нет, он не мёртв. Пап, вставай. Ну, вставай же. Нет, он не мёртв. Нет, он не мёртв. Нет, он не мёртв. Ладно, ладно, всё, всё, хватит. Нет, он не мёртв. Зато теперь вы знаете ответ. Ребятки прячутся, но понимают, что связи у них нет. Так как телефон Сэма и Фиби у Жоры, а у Кристин остался в машине. И тут Сэм выдаёт суть происходящего. Мне кажется, я понял, что тут происходит. На нас напала банда сексуальных извращенцев. Ты чё, еб*** ты? Вообще, я думал, что Том тут будет немного глупеньким. Ну, типа клише «качок-дурачок». Кристин и Фиби такого посыла не выкупают, а Жора продолжает страдать. Всё, продолжаем. В амбаре мы встречаем остальных участников Слепнот. Рычун, Смехун и Чёрный Господин. Чёрный Господин не доволен тем, что всё так долго. А также нам показывают какую-то приблуду. Но фиг с этим. Гораздо важнее, что... Том, 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 ты все полы кровью залил. Да, детка, сейчас это не основная наша проблема. Ей надо пересмотреть приоритеты. Но и это не всё. Где Грейс? Она в порядке, я заперу её в ванной. Ты что, Том, ты идиот? Согласен, абсолютно идиотский поступок. Думаю, всем понятно, что нужно было посадить Грейс на плечи и идти с ней мочить слепнотовцев. Верно? Да. Ну а Крис безутешна. Да. Я не люблю пиво. Поддерживаю. Кампашка поднимается к Грейс и Сэм опять задвигает произвращенцев. А... Да. Фиби просит Кристин помочь с ногой Сэма, а в амбаре чёрный господин отправляет на дело Смехуна. Разберись. Ты радуешься. Смехун берёт с собой Жору, а дома Крис хилит Сэма, когда они слышат шум внизу. Спустившись, Сэм видит руку Смехуна и делает так, чтобы рука там и осталась. Придётся на полгода воздержаться от дрочки. Но Фиби против того, чтобы Сэм калечил остального Смехуна. Поначалу против. Мы вас достанем! Шлюха! Сказал однорукий мертвец. Ладно, выруби его. Также Сэм замечает Жору. Жора Сэма, искра буря безумия, Жора сваливает. Ну а чёрный господин недоволен ни Смехуном, ни Жорой, ни Сэмом. Поэтому при помощи Чудо-штуки он заставляет Карлсона заняться Пилатесом. Сегодня мы выполняем тренировку в стиле Пилатес. И это занятие поможет тебе комплексно подтянуть всё тело, убрать несовершенство и привести мышцы в тонус. Ребята слышат шум, и Сэм рассказывает про Карлсона, после чего собирается его проведать. Предварительно вооружив Фиби. Ждите здесь. Вот. И что, блин, мне с этим делать? Если у вас с тобой маленький острый топорик, типа метательный, а напротив вас человек с ножом сбитый или с топором, мало ли с чем, может даже с пистолетом, вы можете всегда сделать вот так. И вам сразу, ки***ц, никогда не выкидывайте топор. Фиби? Не благодари. Сэм навещает Карлсона, но тот уже бахнул каплю демонизма. Я хотел провести переговоры. Дьявол, забери тех, кто выдумал переговоры. А что, собственно говоря, изменилось? Ну да, теперь с его глазами можно в туалет ходить без фонарика. И он стал чуточку сильнее. Ну так он и до этого махался с Сэмом почти на равных. Короче, Карлсон... Ты пи***ц, как меня разочаровал. Карлсон навешивает Сэма по самые люля, а потом решает подышать свежим воздухом. Да ты урод. Настоящий ублюдок. Скорее он выглядит как демоническая дилда. Но мы не осуждаем за внешность. Хотя он покушался на ребенка. Поэтому он все же демоническая дилда. И прежде Карлсон, а ныне дилда, начинает соблазнять Сэма гастрономическим раем. Выгрузу тебе глаза из черепа. А на основное блюдо пожую твой язык. На десерт я переломаю тебе позвонки. Один за другим. Ты так вкусно рассказываешь. Согласен. Но трамбование Пузика отменяется, потому что... Голову с плеч! Дилда без головы не угоманивается и зажимает Сэма поближе к смехуном. Фибе Раскольникова вновь берется за топор. Кто тут храбрая сучечка? Ага Чирипер тем временем чилит на тачке. Но Сэма бламбует кайф. Что это была за штука? Это пах головы. Дома Сэм выдвигает теорию о том, что на них напал кто-то сверхъестественный. Действительно с чего бы. После чего говорит Сэм вооружиться. Ну а черный господин, недовольный тем, что этот ритуал идет не по плану, решает оживить Майки. Уууууууууу И тут зомби. Круто. В общем, technical майка легкой джазовой походкой доковыливает до дома. И Кристин его пускает. Фибе, конечно, пытается ее установить, утверждая, что Майк умер. Но мы-то уже знаем ее к этому отношение. Нет, он не мертв. Да, я мог бы здесь поговнить и сказать, какая она, мол, тупая. Но, скорее всего, многим понятно, что она его просто настолько сильно любит, что ничего не замечает. Для неё любовь сильнее страха. И для фильма подобного рода это... Дохломайк и Кристина обнимаются и живут долго и счастливо, но, конечно, нет. Он жрёт её. Не, ну, само собой, давайте убьём единственного персонажа с какой-никакой, хоть и маленькой глубиной. Да и хрен с ней. Пусть, пусть. После Крис Дохломайк решает перекусить Фиби, которой на помощь прибегает Сэм. Что в меня это зомби? Ну, они предпочитают название моряки, отдавшие жизнь во славу Ареса. Но зомби тоже катят. Сэм пытается затыкать Дохломайка, но ничего не выходит. Ладно, это забавно. Но зомби всё равно отстой. Дальше Дохломайк пытается навалять Сэму, но его подрезает Фиби. И Сэм превращает его лицо в кашу. На этом зомби всё. Нравится! Да, и Кристин, кстати, тоже всё. Это очень печально. И умерли они в один день. Кто-то даже два раза. Тут как раз домой возвращаются папашка с мамашкой. Что это за чёрт? Это маринованные фиги. Сэм быстренько вводит родаков в курс дела. Даже без упоминания сексуальных извращенцев. После чего они поднимаются, мамашка бежит к Грейс и выкидывает нож, данный для защиты. А папашке Сэм показывает логово на чердаке. Люди, которые на нас напали, поджидали здесь. Всё было спланировано. Всё было спланировано. Да брось серьёзно. Компании присоединяется Гач и Риппер. Сэма протыкает папашка и оказывается, что родаки заодно с чёрным господином. Мам, беги! Грейс, всё в порядке, это мамочкин друг. А может всё-таки это... Папочкин друг? О, кто твой папочка? Я твой папочка. Большой папочка. В общем, затевалось это всё для того, чтобы они могли вознестись. Мы все должны были умереть. Вместе во имя вечных. Чтобы мы могли вечно жить в раю. Великолепный план Уолтера. Просто офигенный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы. Но афибия. А что я, блин, вам сделала? Ничего, мы делаем это, потому что нам нравится. Ты наш дар вечным. Не хотелось бы расстраивать, но боюсь, вечным уже никакие дары не помогут. Фиби уходит с семейством, а гачи рипер поднимается к Сэму. Мне не нужен нож, чтобы тебя убить. Глянь на себя. Ты же просто ходячий мертвец. Нет. Я скормлю тебя главному. Ля, молодой человек, а у вас там кассеты на все случаи жизни? Может там ещё и пара пластинок завалялось? Или ещё? Что-нибудь. Под композицию «Потный хер» гачи рипер рассказывает о главном. Сушёной башке. Что, мол, когда-то давно он призвал вечных в наш мир, за что стал бессмертным. Проснись! Покорми меня! А знаете, кто озвучивает башку в оригинале? Легенда глэм-рока. Вокалист Twisted Sister Ди Снайдер. Если не знаете, кто это, то вот. А знаете, что он говорит весь остаток фильма? Покорми меня! Покорми меня! Покорми меня! Покорми меня! Да, они отдали ему реплику домашнего кота. Блин, как по мне, это всё равно, что иметь Моцарта и просить его играть всего одну ноту. Покорми меня! Гачи рипер пытаются покормить Снайдера, но Сэм не хочет становиться кормёжкой. Наконец-то гачи рипер схлестнётся в битве с серьёзным Сэмом. Вокуси. В этом и задумка. Леди и джентльмены, главный бой дня! Шоу был огонь. Да, огнище. А... Нет слов. Тем временем Грейс под предлогом пописать возвращается с папашкой домой. Там она пыряет папашку и тот убегает, а Грейс бежит на чердак и делает гачи рипера дырявым в районе жопы. Мне искренне жаль твою жопу. Ну а Сэм кормит гачиком Снайдера и добивает его, столкнув с лестницы. Он умер? Нет, он не мёртв. А, я бы тоже хотел в это верить. Но увы. Гачи рипер, ты навеки в наших... Прощай. После так называемого боя Сэм хилится, а родители отправляются на поиски Грейс. За ней же отправляют и Жору. Но дома вместо Грейс родители находят гачика. Ну а Сэм находит тело своего фаната. Не удержался. Сэм тырит ключи от тачки, на которую видимо гачик положил болт, вооружается топором и к нему наведывается Жора, готовый взяться за нож. Короче, Жора всё-таки решается взяться за сталь, вследствие чего он косплеит финал четырёх комнат только на все пальцы. Начинай. Если вам по какой-то причине до сих пор непонятно, почему он Жора, то тут всё просто. Жора человек месиво. Дальше башка хавает пальцы, папашка хавает пиццу, мамашка хавает пи***ш о том, что она хорошая мамашка, прибегает Жора, и дабы похилить себя, хавает боль. Радоки бегут в амбар, но их перехватывает Сэм и требует вернуть Фибе или башке капец. Радоки не знают, как им быть и предлагают переговоры. Видимо, в посёлке Вейперово Сэм встречается с чёрным господином. Да, я принёс деньги. Ладно, на самом деле у них происходит пассивно-агрессивный обмен любезностями. Ты неплохая нянька, остальных тоже убил. Насколько я успел заметить, сегодня мало кто остаётся в мертвецах. Они как собачки обнюсивают друг другу интеллектуальные задницы. Проще говоря, меряются членами. Сэм выдвигает всё те же условия, мол, вы мне Фибе и малявку, а я вам башку. Но что-то идёт не по плану. Считаю до трёх, и если ты не отдашь Фибе, я размажу эту башку на кусочки, как долбаный полбаньян. Раз. Вперёд. Что он сказал? В общем, чёрный господин ни в какую и говорит, что Грейс и Фибе ему важнее башки, так как за них ему вечные даруют и вечную жизнь, и небо в алмазах. Взамен мы принесём в жертву огромное количество красивых молодых женщин. И лучший план. Хм, но ведь красота субъективна. Что если они принесут вечному кучу жертв, похожих на Фибе, а вечный такой «Не, не, не канает. Я хочу девушку, похожую на Дэнни Треха. Вот ей чистый секс». Не поспоришь. Чёрный господин даёт Сэму два варианта. Первый. Он отдаёт башку Фибе и Грейс и валит в закат. Второй. Он убивает башку, а его убивает Ричун. Сэм выбирает второй вариант. Выбор глупца. У меня топор. А у нас Халк. Ну и короче начинается махач между Сэмом и Ричуном. Довольно долгий махач и местами даже околозрелищный. Бьёшь, как десятилетняя девчонка в драке на подошках. Так круто. Вот такой бой я ждал между Гатчиком и Сэмом. А не то, что нам показали. Я не знаю, почему создатели решили слить колоритного перса и оставить Сэма биться... скачком в маске. Рычащим. Это ты справедливый. Поначалу Ричун уделывает Сэма. Но после приёма Джонни Кейджа Сэм начинает побеждать. Но ненадолго. Тут ещё оказывается, что башка жива. Кто-нибудь, пожалуйста, дайте этому парню. Башку. Грейс кормит башку рычуном. Потом Сэм узнаёт, что она умеет немного водить. И просит её подождать в машине доставщика 10 минут. Ну а если никто не придёт, то уехать в полицию. Я чертовски хорошая ненька. Ты с***а прав. Наконец-то Сэм добирается до амбара. Там его закидывают вопросами в духе... Чего ты никак не сдохнешь? В общем, все недовольны поведением Сэма. И тут открываются врата. Чего ты, Сэма, весь фильм пилишь? Он и так тут страдает за не наши грехи. И теперь ты ещё недовольна тем, что он тебя спас. Или что? Или как? Или... Пошла нахуй. А вообще не знаю, намеренно или нет, но тут вышла отсылка на хижину в лесу. Где в конце тоже стоял выбор. Либо спасти друга, но уничтожить мир. Либо им пожертвовать. В общем, дверь открыта, и чёрный господин говорит о том, что Вечным нужна дань. Данью с лёгкой руки Сэма становится чёрный господин. И поначалу это даже срабатывает, и дверь закрывается. Но открывается вновь. И что теперь делать? Молиться, б***ь. Вечным, видимо, не особо понравилось, что им подсунули не Дэнни ТРХ, а чернокожего мужчину в рассвете лет. И они выплёвывают его, делая гига-чёрным господином. Бойтесь! Ибо я предвестник гибели. Какой милый молодой человек. Папашка пытается насосать прощение, но улетает во своясь. Сэм пытается навалять гига-господину, но хер там. А он вообще смог кому-то за фильм сам навалять. И вот когда гига-господин вываливает планы... Я буду сеять боль и страдания. А потом... Садомия? ...врывается та, кто их сорвёт. Никто не сможет остановить нашу мощь. Супрайз, мотэфака. Гига-господин улетает обратно и превращается в человека-лампочку. Погащи ты свет, Шарапов. А как... Почем? Он же вроде уже стал вечным. И девушку в жертву не принесли, а значит он может выйти обратно. Или тут как в детстве, что зашёл домой водички попить, а обратно не выпустили. Да, хуй его знает. Врата закрываются. Но на этом вечеринка не заканчивается, так как возвращается один ушедший персонаж. Ладно, давайте валите отсюда. Ты с нами? Всё будет хорошо. Твою мать! То есть, вместо гатчика вы решили вернуть в игру Рычуна? Ну, я сделал вывод. Идите-ка вы в жопу! Рычун поначалу побеждает, но потом попадается на крючок Фибе. А вот когда команда Добряков объединяется, ему вообще сносит башню от такого расклада. Ещё! Ты живой? Как итог, всё хорошо. Все живы, почти здоровы, про психологическую травму Грейсу молчим, мамашка получает полюля, и все уезжают в рассвет на экзамен Фибе. Конец. Или... Нет. Покорми меня! Так обламывают счастливые финалы. Итак, друзья, что же можно сказать о фильме? Если сравнивать его с привычными, стандартными фильмами ужасов, даже низкобюджетными, то... Он плох. Плохая актёрская игра, средненький визуал, поверхностные персонажи, дыры в сюжете и заплатки в повествовании. И самое главное, нет, даже намёка на саспенс и банальные скримеры. То есть, он не пугает от слова совсем, только если вы не брезгливы к крови. И то будет скорее мерзко, чем страшно. Но, как мне кажется, некоторые уже догадались, что у нас тут нестандартный фильм ужасов. У нас тут... Сплеттер. И Сплеттеру как раз характерно всё то, что я описал выше. Только для Сплеттера это плюсы. Переигрывания, неровные абсурдные сюжеты, самое главное, куча мяса и литры крови. Единственный момент, нету обнажёнки. Самый, как по мне, известный представитель данного поджанра «Токсичный мститель». Пересмотрите его и поймёте, о чём я говорю. И как Сплеттеру, я этому фильму поставлю... 8 гачериперов из 10. Поставил бы и 10, но, как по мне, немножечко не дотянули. Можно было ещё добавить переигрываний, сделать мясо более изобретательным в духе отрывания головы из финала и выкрутить абсурдного пафоса по максимуму. Но даже без этого фильм вышел довольно неплохим для Сплеттера. А поэтому я очень надеюсь, что у Турисов всё сложится и они будут выпускать побольше подобных проектов. Вторую же часть ЗРК, если она планируется, я без иронии, подчёркиваю, буду ждать. Ну а вы в комментариях напишите, как вам фильм, сколько гачериперов вы бы ему поставили и как вам Сплеттеры в целом. Также не забываем подписаться на этот канал, на Бусть, можете ещё на группу ВК подписаться. Вообще, на всё подписывайтесь, на что захотите. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и увидимся в следующей серии. Пока.